МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник гриппует. Интерны и ординаторы отмечают день студента приемом больных. Проходит пару дней, видишь улучшение. И это самое главное, наверное, удовлетворение и радость в работе врача. Толпой на чемпионок. Болельщики сыграли с основой гонбольного Ростов-Дона. Было, конечно, радостно, что забило голу. Мячик как-то сам в руки попал. 24 января 1919 года бюро ЦК РКПБ приняло директиву, положившую начало истреблению казаков. В Вознесенском войсковом кафедральном соборе Новочеркасска в День памяти геноцида казачества служили панихиду по расказачинам. Город Новочеркасск к концу этих мероприятий, этих репрессий был практически пустой. То есть те современники, которые въезжали в город, они описывали, что бросались в глаза пустые окна, разбитые, открытые двери. То есть люди были полностью уничтожены. Возрождаться казачьи части стали только после распада Советского Союза. Теперь со 40-тысячное Всевеликое войско Донское помогает полицейским следить за порядком. И наша главная цель – не допустить повторения тех событий, которые беспощадно прошлись по нашей истории, культуре, традиции и духовности. Чем занимались первые лица на Дону? Губернатор Василий Голубев поздравил студентов. В Татьянин день поздравления главы области принимала прекрасная половина студенчества. Отличниц, спортсменок и активисток студенческой жизни всех как одну зовут Татьяной. Хотя привилегиями своего имени они, как уверяют, стараются не пользоваться. На неформальной встрече девушки смогли задать губернатору вопросы. И в основном интересовались судьбой донского образования и трудоустройством после учебы. Ответив, губернатор вручил Татьянам цветы, а на память – общая фотография. Гриб отменил массовые торжества, посвященные Татьяниному дню. Для тех, кто учится в мединституте, сейчас самая рабочая пора. Они направлены на усиление в больнице и поликлинике. Врач-интерн Юлия Грехова, можно сказать, святой человек. Трудится как полноценный медик детского инфекционного отделения ЦГБ Ростова с утра и до вечера. Хотя зарплату не получает. На время эпидемического подъема гриппа ее вместе с другими интернами внеурочно прикрепили сюда на ежедневную работу. Ну, коллеги встречают хорошо, помогают во всем, объясняют, рассказывают, показывают пациентов интересных, сами смотрим. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь? Пятилетний Глеб попал в больницу с младшей сестрой. На днях ее выписали, идет на поправку и мальчик. Для ординатора Фелии Адамян, Глеб и такие же малыши – серьезная практика. Когда видишь улучшение, выздоровление, в день наблюдаешь ребенка, не поступают в тяжелом состоянии, потом проходит пару дней, видишь улучшение. И это самое главное удовлетворение и радость в работе врача. Минздрав направил лучших интернов и ординаторов медуниверситета на помощь врачам. Подсобить нужно в Шахтах, Азове, Таганроге, Новочеркасске, нескольких сельских районах. Однако не стоит думать, что к больным придут незнающие или неопытные студенты. Мы говорим о тех выпускниках, которые заканчивают ординатуру или интернатуру, которые подготовлены, и база которых и теоретическая, и практическая соответствует тем требованиям, которые предъявляются на сегодняшний день к врачу-терапевту, педиатру, инфекционисту. Просто они еще учатся, правильно? Да, они заказывают обучение, заканчивают обучение по системе подготовки кадров высшей квалификации. Всего по области на помощь врачам направлено около 200 интернов и ординаторов. Работать приходится в усиленном режиме. Однако, как заметили в ЦГБ, поток больных начинает спадать. Катерина Бондаренко, Тагир Фатахов, Надану. Итак, будем веселиться, пока мы молоды. После веселой молодости, после горестной старости нас возьмет земля. Так поется во всемирном студенческом гимне Гаусдиамус, сочиненном еще в Средневековье. Какие еще студенческие песни мы помним? Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? На французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Гаудам сегитур ювенездум сумус. Что-то еще. На площади Гагарина под знаменем космическим, Донской наш университет. Вы знаете, я на вечернем училась, поэтому у меня работала и училась. Поэтому у меня писем не было. Поезда, вокзалы, дальние края, Много повидали в жизни ты и я. Только память в сердце, словно вечный зов, О тебе училище, о тебе азов. Студенческая песня – бессмертный жанр. И содержание ее с годами не особо меняется. Бедный, слегка голодный студент, строгий профессор. Да, немного романтики. Вот что пели ростовские студенты Последних предвоенных лет. На экзамены с портфелями являемся, От профессора подальше размещаемся. Мы профессора обманем, где посмотрим, Где подглянем. После издачи жмем плечами. Удивляемся. Вот такие песни мы пели. Жизнь студентки Таисии Буркиной Сегодня в программе «Первые лица на Дону». Чем занимались первые лица на Дону? Замминистра области по ЖКХ Валерий Былков Проинформировал о новом оформлении квитанции. Строка «Обчедомовые нужды» перемещается в квитанции С коммунальных услуг в жилищные. За отопление, освещение, уборку многоквартирного дома Будем платить не больше норматива, Установленного для каждого региона страны. Изменения должны появиться в апреле этого года. Правда, по словам замминистра, Они еще недостаточно разработаны И могут быть перенесены на более поздний срок. Самая основная трудность состоит в том, Что мы еще до конца не понимаем, Как будет сложено правовое регулирование Тех или иных вопросов. Есть ряд проектов, которые мы будем обсуждать, Но они же не являются еще окончательным вариантом Того, что будет предложено. Это и касается платежей за общедомовые нужды. В числе будущих изменений ЖКХ Увеличение роли управляющей компании В капитальном ремонте Введение штрафов за некачественные услуги А также за неверные квитанции У Азова новый градоначальник Владимир Рощупкин Поднялся на эту должность С поста зама градоначальника По вопросам промышленности, экономики и инвестиции 35-летний юрист вышел в лидеры По итогам конкурса На замещение должности главы администрации Азова 10 декабря он был назначен исполняющим обязанностей Теперь с ним заключен контракт Напомню, что Азов потерял градоначальника в октябре Игоря Щипелева Не справившегося с должностными обязанностями Сняли по рекомендации губернатора Ростов-на-Дону Градоначальник работой добровольных народных дружин Недоволен Сергей Горбань на улицах дружинников не заметил Работу дружин обсудила коллегия городской администрации 3312 народных дружинников Приняли участие в охране общественного порядка При проведении 265 общественно-массовых мероприятий В ходе обсуждения выяснилось, что около 80% состава Студенты и перед праздниками Они обычно разъезжаются по домам Градоначальник поручил штабу рассмотреть Возможность финансовой поддержки дружинников И усилить дружины рабочими В Ливенцовке строят самую крупную на юге России школу Она примет 1400 учеников 8 учебных корпусов В несколько столовых бассейн на три дорожки Стадион с футбольным полем Баскетбольными площадками и беговой дорожкой Все это потянет без малого на 560 миллионов рублей Строители отчитались перед градоначальником Все работы идут по графику Общестроительные работы завершены на 92% Касаемо конструктива и касаемо остекления Ведутся инженерные работы, связанные с вентиляцией, отоплением, канализованием данного объекта Данные работы выполнены порядка 30-35% Сдать объект планируют в декабре Тогда же наберут первые классы Где еще искупаешься на складе? Только в Ростове-на-Дону Парамоновские склады Купальня пусть и неприглядная снаружи Но богатая духом внутри И вот этот дух может исчезнуть Инвестор готовит объект к реконструкции А инициативная группа купальщиков борется за сохранение доступности места Мы хотим, чтобы построили купальню Инициативная группа подготовила проект Который по их расчетам не помешает реконструкции Привлечет туристов Водяное колесо и динамо-машина для подсветки воды Только часть задумки Нужно властям, инвестору и общественности имать компромисс Все это обсуждать гласно Решения возможны Решения общественные предлагают Есть опасения, что эти стены снесут и построят новые Не похожие на исторические развалины В областном Минкульте нам рассказали Что проектно-сметная документация реконструкции А здесь построят две гостиницы, выставочный зал и ресторан на банный комплекс Еще на стадии разработки Так что говорить, какими будут восстановленные склады, рано Это прорабатывается То есть изыскивается возможность Возможность участия инвесторов Возможность участия регионального либо муниципального бюджетов Но то, что это будет общедоступное место В этом сомневаться не приходится Над входом в искусственный бассейн висят иконы Некоторые купальщики верят в целебные свойства этой воды Охранник ростовских памятников Александр Кожин за сохранение развалин А лечебные свойства и чистоту родника считают сильно преувеличенными Никаких чудодейственных свойств тут близко быть не может Потому что любая вода, которую мы здесь проводили исследования И все источники, какие у нас есть То ли Гремучка, то ли Сорбхач, то ли здесь Это все вода, понимаете, миллионный город Миллионный город, у нас канализация далеко не везде Она идеально очищается, работает и прочее Но это купальщиков не беспокоит Они боятся, что новая купальня перестанет быть общедоступной Хотя власти учесть пожелания ростовчан и сохранить источник вроде бы готовы Олеся Слинько, Катерина Бондаренко, Тагир Фатахов на Дону Своя мини-Шотландия появится в районе Тимирник Парк имени города Побратима Глазго за ближайшие пару лет разобьют на улице Лелюшенко у реки Причем ни одного пятийного заведения на площади около 9 гектаров не найдешь Парк станет местом семейного отдыха на природе Этот парк будет доступен для маломобильных групп населения И для велосипедистов, и для роликовых Будет скейтодром небольшой построен Будут теннисные площадки Будут аттракционы для детей, естественно Будет площадка для детей от 3 до 6 лет От 7 до 14 лет Уличные тренажеры То есть это можно даже сказать как экопарк Приставка «Эко» оправдана еще и тем, что парк планируется вписать в готовый ландшафт, не вырубая деревьев Потому что это пойменная часть реки Тимирник, там особые грунты И, естественно, сейчас будут большие сомнения, что там что-то вырастет, если посадить много Кстати, имя Глазго парку дают не просто так Вся символика здесь будет шотландская А детали еще не определены, идет работа над проектом И ростовчане могут наносить свои пожелания и предложения Начать строительство планируют летом-осенью этого года Человек-снеговик замечен на улицах Таганрога Видео с необычным пешеходом Снято на камеру авторегистратора и выложено в сеть Автор подписал видеоролик Человек-сугроб Мужчина со снежным комом вместо головы прогуливается по улице в центре города О других событиях области сообщение с мест В Новочеркасском отделе полиции высадился студенческий десант Правоохранители решили стать ближе к молодежи Знакомство студентов с полицией началось с экскурсии Вы находитесь в первом отделе полиции Межмуниципального управления Новочеркасска Здесь находится дежурная часть у нас на первом этаже Далее в первый и второй этаж находятся подразделения участковых Дознание следствия уголовного розыгрыша Тем временем ростовских школьников посвятили в тонкости работы транспортной полиции Их экскурсия прошла в ростовском аэропорту Ученики 54-й школы наблюдали предполетный досмотр пассажиров Багажа и ручной клади Акция «Студенческий десант» проходит в отделениях полиции по всей России Она посвящена Дню студента Волгодонский экологоисторический музей в этом году получит 3 миллиона рублей на оборудование Деньги выделил областной бюджет Часть пойдет на выставочное оборудование Его музейщики надеются получить уже в марте Еще полтора миллиона направят на оснащение двух хранилищ Здесь предусмотрено оснащение стеллажами передвижными Закрытого типа, драйверами Такое оборудование будет приобретено Музею предстоит разместить около 110 тысяч экспонатов Многое после переезда в новое здание в прошлом году так и осталось в коробках С новым оборудованием появится возможность чаще выставляться Новый год закончился, а подарки остались В Новочеркасске их вручили тем, кто отличился, украсившись к Новому году Итоги ежегодного конкурса на лучшее оформление торговых точек подвели в городской администрации И отметили, что конкурс вызвал небывалый интерес предпринимателей Несколько наград вручили предприятиям общепита и бытового обслуживания Разные на Дону Сумасшедшие скидки обещают нам сегодня интернет-магазины А в российской паутине Киберпонедельник Слово пришло из Америки И в этот день в сети можно приобрести все, что только угодно за копейки Только, как оказалось, российский вариант акций копеек не гарантирует Ну, смотрите, пока мы с вами разговаривали, этот ноутбук подорожал на тысячу рублей за 20 минут Цены в Киберпонедельник и правда меняются только в другую сторону Заявленных 90% скидок не найдешь Дмитрий Никулин, постоянный обитатель интернет-магазинов, огорчен Россия так и не приняла американские традиции распродаж Принцип «максимальная скидка на все товары» у нас не работает Все те товары, которые у них заявлены на сайтах по скидкам Они либо изначально низкого качества и не особо высокой ценой были Либо с изначально завышенной ценой и сниженной за счет скидок Поискали реальные скидки и мы за несколько дней до распродажи выбрали нужные товары Всего 12 наименований Популярная электроника, бытовая техника, посуда и одежда Результаты удивили неприятно Как оказалось, скидки на товары устанавливаются выборочно Объекта вашего желания там просто может и не быть Из нашего списка под скидку попала видеокарта Ее стоимость теперь на несколько тысяч меньше И платье со скидкой в 30% А вот один из наборов посуды в известном интернет-магазине Теперь стоит 11 тысяч, а не 7, как было предложено раньше Законодательно установление скидочной цены не контролируется Рассказали нам в департаменте потребительского рынка Магазины вправе делать бешеные наценки и выставлять их под ярлыком сейл В целом по России подобная акция приобретает очень серьезную популярность И как я уже сказала, об этом свидетельствует то количество участников Ну и собственно даже денежные обороты, которые в этот день мы фиксируем Киберпонедельник прошлого года россияне оставили в интернет-магазинах почти 3 миллиарда рублей И по прогнозам аналитиков это только разгон Юлия Карасюк, Юрий Бабенко, Сергей Вишняков на Дону 200 тысяч рублей сверх зарплаты за выполнение прямых обязанностей Судебный пристав задержан в Ростове при получении взятки Как сообщили в полиции, он вел производство о взыскании задолженности И чтобы качественно и в срок завершить свою работу, потребовал от ССА деньги В противном случае пригрозил приостановить производство на неопределенное время При передаче денег пристава задержали полицейские Возбуждено уголовное дело по статье 290, часть 5, пункт В В настоящее время проводится расследование Теперь 30-летний судебный пристав под подпиской о невыезде Ему грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф Цемлянское водохранилище признано Министерством энергетики России самым незаполненным в стране Уровень воды в нем за последние несколько лет падал до катастрофических 9% нормы Если ситуация в скором времени не изменится, водохранилище может повторить судьбу Аральского моря И просто исчезнуть Пресса на Дону Плата за детский сад в городе Шахты выросла без малого в полтора раза Виноваты естественно кризисы продукты питания, объясняет газета к вашим услугам Причем в квитанции теперь помимо возраста учитывается время нахождения в садике 10 часов или 12 Лишние 2 часа будут стоить родителям на 25 рублей дороже, ведь детей в таком случае будут еще раз кормить В итоге 12-часовой день в детском саду ребенка от 3 до 7 лет обойдется в 112 рублей В день студента газета «Перекресток» проводят экскурсию по Белоколитвинскому технологическому техникуму в поселке Шолоховском Недавно здесь закончили капремонт учебного корпуса, производственных мастерских и общежития В этом техникуме учатся повара-кондитеры, парикмахеры, продавцы, контролеры-кассиры, сварщики, мастера общестроительных работ Но проблема в том, что выпускники в основном уезжают работать в большие города И удержать их могут только достойные предложения от местных предприятий А для этого нужно налаживать взаимосвязь предприятий с техникумом В селе Алексеевка Октябрьского района активно восстанавливается 150-летний храм Успения Пресвятой Богородицы Он построен и освещен в 1866 году, но через 100 лет стал складом химических препаратов А в 80-х годах был заброшен Теперь общими усилиями предпринимателей и предприятий деньги на ремонт собраны Уже восстановлены стены, своды и половина крыши Радует прихожан газета «Знамя шахтера» Футбольный Ростов завершил первый сбор в Арабских Эмиратах победой над чемпионом Южной Кореи Чонбук Моторс обыгран 2-1 благодаря двум пенальти На 23-й минуте с точки отличился Бухаров Сразу после перерыва желто-синие преимущество потеряли, не справившись с дальним ударом Но затем уже Полос реализовал свой 11-метровый шанс Затем, заметим, что год назад ростовчанин проиграли этим же корейцам 0-4 Второй сбор, испанский, пройдет с 29 января по 10 февраля Куда бежать и кому бросать с трибун виднее А значит, гонболисткам просто необходимо получать ценные указания от болельщиков Поклонники Ростов-Дона уже играли товарищеские матчи с мастерами Но только из второго состава И вот, потренировавшись, получили возможность победить чемпионок России Желающих поиграть с лучшими гонболистками, может, даже Европы было настолько много, что пришлось собрать четыре команды Играли без перерыва по 10 минут Причем гонболисток брали количество Шли на них два к одному Для разнообразия вратари Сидойкина и Мехдиева вышли в поле А Шемкуть и Борщинка встали в ворота Мы их всех видим, когда мы на площадке, а теперь мы все вместе Поэтому все довольны и такие болельщики, как и мы Первый гол чемпионкам забросила юная гонболистка Ксюша Ляляка занимается гонболом второй год И болеет за самую быструю в команде Юлию Моногарову Было, конечно, радостно, что я забила гол Мячик как на сам руки попал Анатолий Красовский стал самым незаменимым вратарем Отыграл за все четыре команды В гонбольных воротах стоял более 40 лет назад в Алма-Ате А сейчас вспомнил наработки Навыки, которые были примитивны в детстве, ну вот они остались То есть техника там и так далее Извините, просят на воротах постоять Это была хорошая игра, мы очень гордимся нашими поклонниками Они играли с большой страстью, так что цель встречи достигнута Матч с болельщиками стал подготовкой к игре с майкопским Агуадеив Этот клуб, конечно, посильнее команды фанатов Но обыграют его ростовчанки примерно так же непринужденно Олеся Слинько, Юрий Санкин, На Дону Завтра на Дону главные полицейские области расскажут Как идет следствие по самым громким налетам этого года На сегодня это все новости В студии был Артем Тарасов До встречи Одежда ведущему предоставлена магазином Пьер Карден Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин